всем большой большой привет я рада вас приветствовать у себя на канале сегодня у меня новый влог давно мне кажется влога не было наверное недели две назад наверное я выпускала влог как раз перед новогодними стартами если вдруг вы кстати не видели наши новогодние старты я вам оставлю все ссылочки на 6 видео с новогодними стартами обязательно переходите посмотрите там мы связали очень-очень много игрушек и у меня получилось прям много готовых работ вот так снимая сегодня влог влог у меня будет как обычно влог одного дня ничего не меняется и я потом еще в конце этого влога вам ставлю видео с распаковочкой мне там пришел подарочек от одной девушки но это лучше посмотрите в конце видео и так какие у меня вообще процессы здесь какие у меня готовы работы что я делала за это время после новогодних стартов так начнем у меня закончилась точнее я закончила процесс вот над этим красавчиком это у меня тигрышарик по мастер-классу марины с канала добрые игрушки я его вязала тигровой недели стартов и почему у меня он так долго довязывался всего лишь из-за вот этой одной штучки из-за подвески кстати эту подвеску мне подарила девушка который я как раз буду делать распаковку в конце этого видео большущая большое спасибо прям огромное вот такая вот подвеска 2022 серебристого цвета так как у меня только золотые вот такой тигрышарик у меня получился здесь ленточка у меня серебро парчёвая ленточка и здесь я вставила точнее здесь у меня белая нитка и плюс мне здесь такая люрекс на я ниточка идет по моему ярнард камелия серебристый оттеночек вот такой милаш получился но мне кажется ему что-то не хватает может быть все-таки надо было новогодний колпачок но я думаю что красный цвет здесь вообще не подойдет надо подумать что что же ему все-таки не хватает вот такой красавчик все-таки меня довязался так далее у меня здесь есть один процесс который у меня к сожалению вообще никак не двигается я вязала как-то собачку розовую собачку я доделала еще вот как раз перед новогодней неделе стартов я выпускала видео с готовыми работами там у меня была эта собачка так розовую собачку и даже не знаю показывала я вам ее или нет во влоге не помню готовых работах она была голову я показывала что я связала также связала два ушка связала я 3 пятнышка шапочку вот голубенького оттеночка и вот так у меня связано тельце и у меня закончилась пряжа к сожалению я не знаю почему я не заказала по моему когда я делала заказ я еще не довязала наверное вот это тельце и то есть у я еще не знала закончить ли у меня ниточка потом я пыталась найти пряжу у нас в местных магазинах к сожалению нету хотя я до этого как раз видела желтый оттеночек именно газал джинс ну так и нету и вот теперь я пока в раздумьях что мне делать я тут присоединила ниточку это меня ниточка либо 35 либо 200 216 вот он бог либо 35 ярнарт я вот присоединила провязала я наверное вот отсюда вроде и мне кажется прям сильно заметно видно что он оттенок отличается но я так не хочу чтоб не эта собачка ушла в недовяз я вот еще подумал посмотрю может быть попробую довязать ничего страшного не будет в принципе ну это не факт что мне даже вот этого моточка хватит хотя мне дед еще один моточек был и пока я в раздумьях и так мне не охота чтоб эта собачка уходила в недовяз прям прям совсем не хочется но пока она у меня на таком вот процесс на таком уровне у меня пока так скажем из готовых работ еще у меня довязалась елочка вот такая вот красоточка выглядит да тут у меня колокольчики кстати тоже из подарочком здесь я делала вот такие бантики маленькие бантики я делала кстати с помощью вилки если кто не знает как делать такие маленькие бантики можете набрать в интернете как сделать бантики за классные ленты с помощью вилочки это место звездочки у меня есть такая снежинка и еще у меня здесь есть такие вот небольшие сердечки я кстати украсила одну сторону именно с колокольчиками сердечками с бантиками а вторая сторона у меня просто с бантиками потому что думаю что вот так все равно она будет стоять как лицевая сторона и тут будет все красивенько вот такая вот елочка получилось на елочку правда классно мне очень сильно нравится мастер-класс довольно таки простой только единственное что я не очень сильно люблю когда такая монотонная знаете работа то есть вяжешь очень долго что-то однообразное мне такое не всегда нравится но елочка у меня готова так далее я вам сейчас покажу и расскажу мне вчера девушка написала в инстаграм что хочет приобрести моего горыныча и такая знаете небольшая история который прям мне очень сильно прям не знаю как запал в душу девушка сама вязальщица она вяжет она по моему вяжет игрушки я посмотрела ее просто страничку и вяжет она по моему бактусы классные работы особенно бактусы прям вообще меня прям бактусы последнее время манят я все жду когда мне кстати наступит тот момент когда я начну вязать из пряжи который мне не так давно пришла и она написала вот что как-то смотрела мое видео где я показывал как я вязала горыныча и у нее муж попросил связать этого горыныча вот она пишет что в принципе она ну и я по работам посмотрела она очень хорошо вяжет красиво так но она говорит такая сложная работа то есть это же все тут каркасная и она говорит можно можете ли вы мне его продать мне как-то муж тоже посмотрел это видео на месте с ней или может быть видел там и попросил у нее чтоб она ему связала этого горыныча в итоге она обратилась ко мне сказал если он у меня я сказал да он у меня есть и я как раз не могу его еще доделать тут осталось вообще совершенно очень мало я как-то показывала у меня здесь связаны такие два крылышка их осталось и пришить связана одна рука надо довязать еще одну ручку и все и до собирать она и сделать еще вот тут у двоих еще зубки сделать что у одного есть а у двоих нету и в принципе горыныч мой будет готов и вот так получилось что она его решила купить так что она меня вчера купила меня остается только доделать и отправить ей вот такая небольшая история и такое тоже бывает когда вязальщицы у друг друга покупает какие-либо изделия которые они либо они успевают делать либо им просто возможно нравится что-то другое ну разные потому что я уже не первый раз по моему смотрел у кого-то и девочек тоже также заказывают либо бывает кто не вяжет допустим спицами или вяж спицами но думает что не получится именно так связать а что-то понравилось именно у другого мастера вот такая вот небольшая история про горыныч так что мне его надо будет довязать на днях я не уже достала надо его будет закончить и обязательно сфотографировать так и сейчас я еще хочу показать его целых две игрушки одна у меня готова 2 у меня практически готова расскажу такую небольшую предысторию вообще я изначально по моему самая моя первая игрушка была связана да и софте я если найду фотографии я вам обязательно вставлю как она выглядит не знаю почему я начала именно софте я ныне скорее всего хотела связать именно какого-то такого плюшевого мягкого медвежонка и там из этого я решила начать вязать из софте вторая игрушка по моему не было связаны и закрыла и она была тоже мишка тоже был вот но не в этом суть и я потом изначально вообще я вязала из плюшевой пряжи потом я взяла из полухлопка начала вязать а потом все акрил пошел и полухлопок потом я убрала весь акрил у меня остался 1 полу хлопа вы большинство игрушек да не большинство все игрушки меня практически связаны из полах лопка и сплюшевая пряжа я стала вязать намного меньше причина того что я так вязать начала намного меньше у меня было то что мне не нравились сами игрушки то есть как они выглядят потому что большинство игрушек я конечно не в обиду никого не хочу обидеть но это просто лично мое мнение я рассказываю почему я не вязала игрушки из плюша чем они мне не нравится большинство игрушек вяжут какие-то знаете такие простые они какие-то ну как сказать что выразиться аккуратненько никого не зацепить и не обидеть они как будто связанные руками ребенка можно так сказать они меньше детализированные то есть если мы берем игрушечку допустим из полухлопка вот например пингвинчика у нас здесь как-то знаете больше можно из полухлопка проработать детальки то есть как-то провязать лапки допустим провязать связать какой какие-то детали декора там аксессуары если допустим что у меня здесь еще рядышком вот лось да то есть мы можем проработать конкретно ручку да там варежку ножки мы можем проработать сапожки также по оформлению мордочки тоже можно все проработать мордочку носик глазки бровки то есть рога там ушки то есть но все такое детализированные получается игрушка очень красиво и симпатично и мне кажется такие хотят люди покупать а вот если брать из плюша то они все какие-то однообразные и меньше менее детализированные то есть детали в самой игрушки мало а я люблю вязать такие более сложные игрушки конечно люблю вязать и простые но не для меня повязать что-нибудь такое посложнение это интереснее и также я думаю что для покупателя до кто берет игрушки детям или даже себе им тоже нравится какая-то игрушка которая радует их не глаз то есть им интересно не смотреть а деткам деткам интересно их пощупать какие-то детали там то есть они обращают на это внимание я думаю что я так культурно объяснила почему я не вязал игрушки из плюша и тут я она покупала плюша много и решил еще раз попробовать повязать какие-то игрушки которые будут не нравиться первую игрушку я даже об этом сразу сказала что я хотела связать из плюша мишку валентинку по мастер-классу мари устюшкины потому что я у нее видел этого мишку именно в плюшевой версии и мне он очень сильно понравился сейчас я вам покажу это зефирное чудо вот вот такой вот мишка мне даже не влазь мне кажется в кадр он просто большой он у меня получился 35 сантиметров на него ушло у меня полтора мотка пряжи то есть у меня ушел один моток на полностью тельце на ручке и на наверное 6 рядов головы где-то вот так примерно до сюда и остальное у меня ушло еще пол моточка ну наверное так да плюс минус там полно . может чуть меньше и у меня получился даже больше чем у машин наши получается она вязала я посмотрел 30 сантиметров у нее получается и он поменьше у меня получился почему-то побольше хотя я вижу довольно таки плотно крючком я вязала три с половиной от книг про и вот такой от меня мишка получился он меня еще не готов до конца ну смысле сам мишка у меня готов мне осталось только сделать ему шарфик шарфик я хочу сделать из вот такой пряжи связать это явно обживаться номер 76 мой любимый оттеночек и получится прям зефирка зефирная не знаю мне почему-то зефирку напоминает вот этот розовый оттенок и если сочетать его 76 мне кажется это прям вообще но это мое я люблю такие оттеночки но вот такой вот у меня мешутка получился и естественно мне этот мешутка именно формате того что я его связала из плюша он не очень сильно нравится напишите ваше мнение кстати про плюшевые игрушки и как вам вообще вот такой вот мишка да он получился большущий огромный у него такая прям огромная голова но он сам по себе идет и даже из полухлопка такой а голова у него большая но он смотрится просто классно вот такой мешутка так и еще одна игрушка который мне тоже готова она у меня тоже плюшевая я так подумала думаю если покупать или искать мастер-класс именно из плюша хотя я раньше тоже их искала бесплатном доступе мало игрушек который мне нравится из плюша вплатно в принципе есть но 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 вот я тут решила я как-то себе сохранила мастер-класс кати с канала так как же не канат называется вот специально сходила посмотрела я помню что амигуруми точно есть у нее вот и канал у нее называется уютный мир игрушек амигуруми вот и она не так давно вязала мишку потом вязала тигренка и по-моему еще вязала олень или лося точно не знаю и они такие маленькие получается довольно таки прикольные я их сохраним а потом подумала если связать если она из полу хлопка довольно таки такая маленькая симпатичная игрушечка и думаю если связать из плюша она будет побольше и надеюсь думаю мне хватит одного моточка мне как раз прям хватило одного моточка у меня остался с этой пряжи вот столичка я не знаю сколько тут грамм ну наверно грамм 15 может быть 20 я бы перемотала кстати оттеночек вот такой красивый симпатичный это розовый такой пудровый оттенок пряжа это кстати yarnart dolce и сейчас я покажу как у меня мишутка получился вот такой вот у меня мишу . получился он прям такой класс ненький рассказываю сразу по изменениям я здесь только оформила по другому мордочку и сделала еще один ряд здесь в тельце да я видела и комментарии девочки писали что она что можно было сделать голову поменьше он получается тоже такой же большеголовый как и прошлый мишка у него прям такая большая голова но мне кажется это вот прям вот что большая голова у этой игрушки это прям вот изюминка этих игрушечек и не просто потрясающе классно смотрится ручки у меня здесь вязаные ножки сделано нитяном крепление я конечно не очень сильно люблю нитяное крепление точнее я вообще его не люблю мне кажется что постоянно отвалится оторвется и все такое я очень конечно крепко пришивала прям крепко крепко но мне все кажется что это можно оторвать для меня либо надо вязать либо это что была цельная уже цельная деталь допустим как вот здесь или что были вязаные ручки как здесь и здесь в принципе или единственное что еще это суставы вот на суставах да мне на суставах нравится как но у меня суставов сейчас на данный момент нет я все заказать никак не могу вот и я сделала ножки на нитяном креплении у меня кстати самостоятельно по моему не сидит у него хотя и сзади есть хвостик я вот так вышила здесь у меня вот такое поле роман связала из плюшевого пряжи как раз вот этого розового оттенка которыми не остался от прошлого мишки ну там еще конечно осталось там много в принципе еще есть там наверно грамм 40 точно сделала его на завязочку сзади вот так вот и сделала такое оформление похоже на прошлого мишку но вот теперь я вот сейчас связала две игрушки мне они прям очень сильно нравится вот такой вот мишка именно вот как он связан то есть вот сама схемка вот это потрясающий мастер-класс спасибо катя большое я еще кстати нашла мастер-классы на зайку и на котика тоже они маленькие тут сами по себе игрушечки и мне кажется в плюшевом варианте будет здорово смотреть жду конечно ваше мнение по поводу плюшевых игрушечек и как вам мои вот эти два мишки которые у меня получились и я теперь прям загорелась мне прям охота сильно повязать таких мишек а еще почему я начал кстати вязать мишек я вам расскажу я не так давно арендовала полочку я вам ставлю в видео фотографии на на для начала в цветочном магазине арендовала полочку точнее два таких кубика квадратика потому что там сильно в принципе много места нет пока я не знаю как у меня там будут продажами но решила попробовать аренда стоит кстати 1000 рублей за месяц я поставила свои игрушечки 11 ноября сегодня у нас 14 ноября я просто привезла их поставила там конечно не особо да видно все игрушечки но их еще и мало там потому что я точно не знала сколько у меня игрушечек будет и решила добавить туда еще такие плюшевые вот игрушки но мишка у меня точно туда не влезет он огромный а вот этого мишку я хочу как раз отвести тоже и еще у меня где-то есть пару заек я вот за их маленьких тоже хочу отвести посмотреть как у меня вообще будут продаваться или нет там вообще говорят там продаются игрушечки там была вязальщица до этого тоже вязала игрушки но мне так сказали это привозила мне продавец хозяйки не было на то время а продавец который там была девушка она не сказала у вас очень красивые игрушечки я думаю что они будут у вас продаваться и еще этот магазин кстати он круглосуточный и там у нас почему-то ночью мне так сказали что продаж намного больше даже чем днем и вот возможно будут мои игрушечки продаваться но это посмотрим и я вам после этого вставлю вид видео как у меня они там вообще все расположены подарок мне пришел от девушки ее зовут вера расскажу маленькую предысторию я как-то так когда я снимал это видео это было по-моему тигровая неделя стартов и я вязала там последний день я вязала по-моему тигрика точнее тигрышарик и он у меня был а в синим цвете точнее такой голубой пряжа была голубая доним ярнард до ярнард доним вошет и к ней к этому тигрышарику мне было нужно подвеску 2022 у меня подвески золотые а эти подвески которые я хотела надо пол серебристые и как-то видео заикнулась что надо мне их заказать и но принципе они мне не сильно так много нужны то есть мне нужно всего пару штучек и по моему спустя на день или два или может быть в этот же день мне пишет девушка в instagram алена я посмотрела ваше видео и хотела бы вам помочь и отправить эти подвески я вроде как предложила говорю давайте я это у вас куплю сколько за пересылку будет стоить она сказала нет я хочу вам сделать это виде подарка ну думаю ладно раз человек так хочет я конечно тоже не против ну все мы с ней договорились от сказал что мне отправит попросила свой адрес фамилии имя отчества чтобы для отправки и все нам не отправила но я думаю ладно придет там ну маленький пакетик как бы там чё подвески же но я думаю что многие заказывали видели как с алиэкспресса принципе приходит девочки я вам сейчас покажу вот это называется маленький подарочек виде подвесок я конечно когда получила я была довольно таки в шоке что и вес я по весу уже поняла что там что-то не только по моему подвески я уже конечно распаковала так примерно посмотрела сильно не смотрела и хочу вам показать вот я наверное уберу чуть-чуть сторонку буду вам показывать что там находится так наверное сейчас достану с пакетика чтобы вам не шуршать так продолжаем там была такая вот пряжа это лотос так что это у нас наверно хлопок потому что надо на ощупь это хлопок и по этикетке тоже это стопроцентный хлопок 100 грамм 250 метров это наша российская пряжа цвет 0904 вот такой красный это наверно как мерсеризированная такая ниточка я уже на эту ниточку положила глаз у меня есть идея что с нею связать я не так давно вязала машинку новогоднюю в новогодних стартах и вот я хочу попробовать связать из такой пряжи но пока я еще не знаю когда я это буду вязать мне кажется из этой пряжи хорошо получится потому что она такая плотная но мне кажется будто после этой пряжи мне пальцы болеть вот такая пряжица и еще один моточек он такой новогодний такой блестящий это adelia brilliant да наверное да так посмотрю что это за пряжа это состав стопроцентный полиэстер 50 грамм 90 метров так и цвет цвет нету цвета наверное а вот наверное номер 11 до получается она чем-то напоминает yarnart christmas но маленько мне кажется она потолще принципе можно из этой пряжи повязать пингвинчиков я у кого-то из девочек тоже видела кто-то вязал из такой пряжи пингвинчиков но из этой пряжи довольно таки тяжело вяжется потому что она такая маленько жестковато мне кажется для крючочка вот если бы спицами я вязала мне кажется было бы довольно таки неплохо вот такое так далее что у нас здесь коробочки лежат здесь у меня две упаковочки фломастеров я так думаю это для моих мальчишек спасибо большое там еще были у меня сладости но здесь сразу говорю не хватает попадной такой шоколадки они у меня уже ушли в дело так скажем вот спасибо большое здесь уже идет новогодний вот такой декор такой мишка уже к новому году готовимся в сторону отодвигать вот такой набор цветных ручек это я уже себе оставлю люблю цветные ручки разные маркеры вот это все что связано с канцелярией мне кажется мы все девчонки такое любим дальше здесь у меня крем для рук белая ручка такой вот кремчик кремов у нас много не бывает в коробочке остался это вот такие вот открыточки маленький такой с котиком здесь тоже такой котик на складывать да и складывать можно и здесь есть еще такая штучка чтобы вешать и с мишкой вот и у меня еще есть тут мешочек вот такой здесь очень много всего мне мелочевки я там не все конечно рассматривала но сейчас буду вместе с вами рассматривать и так вот такие декоративные прищепочки кстати у меня прищепочки тоже есть декоративные а новогодний мне кажется придется мне надо в этом году делать какой-то мольбер такой ли стенд и вешать такие прищепочки тут виде елочек спасибо большое и здесь есть вот такие виде снежинок и варежку вот это вообще моя цветовая гамма на новый год обожаю вот именно такую цветовую гамму здорово спасибо здесь вот такой вот мешочек с разными сердечками они наверное мягкие давайте посмотрим да они вот идут на клеевой основе это вот такие федоровые сердечки складывать сразу да они все на клеевой основе это хорошо можно их прилепить видео таких вот пироженок разных так тут еще два сердечка и вот такие сердечки мне такие по моему были это вот такие сердечки они и наверно из атласной ленточки и внутри у них есть немножко такой как бы наполнитель или поролон вот спасибо убираем тоже сюда в сторону дальше вот такие бубенчики кстати эти бубенчики я уже использовала я уже здесь по моему пять штучек я вам сейчас покажу мне не падала использовала на оленя которого я вот недавно вязала вот они бубенчики вот вот бубенчики прям вообще пригодились уже уже пригодились а так спасибо дальше идут вот такие золотые колокольчики на них у меня уже есть тоже я знаю что я буду делать у меня есть елочка кто видел я вот недавно тоже вязала и хочу я вот эти колокольчики использовать вот сюда для украшения этой елочки так далее такие вот ножнички кстати я как-то тоже с алиэкспресс хотела такие заказать видеть сапелек попробуем ими попользоваться спасибо ножнички всегда нам нужны так далее вот такие вот ценники кстати вот за ценники точно спасибо потому что когда ходишь на ярмарку я обычно ценники леплю сзади на этикеточку и у меня по моему уже ценники закончились я последний раз подходила на ярмарку в августе меня ценники закончились и вот они пригодятся на следующую ярмарку так здесь у нас закладки склеиваем краем пригодится это точно нам канцелярия никогда не помешает так еще у нас есть здесь вот такие для декора это получается кто они не забыл из головы вылетела помпоны вот такие сразу новогодние розовые желтые так далее что у нас здесь здесь у нас так здесь наверно полу бусины и посмотреть там здесь у нас бусины полу это не полу бусины это глазки или как в виде пуговки или вот глазка глазки как для пришивания кстати глазками для пришивания ни разу не пользовалась вот может быть куда-нибудь они у меня и пойдут так что у нас тут еще осталось вот такие вот подвесочки подвесочки вообще колоснючие обожаю такое такое давайте посмотрим что у нас тут есть а здесь все такие видим кубок боже коровки они как будто стеклянные кстати эти коровки прикольные такие если такая подвесочка сердечко подвесочки разные короны золотая серебристая розовое золото и вот такие маленькие подвесочки сердечки золотые при нам уж сердечки золотые тоже повешать на елочку это посмотрим потом спасибо большое так не последние они точно не последние виновник этой посылочки вот они это серебристые 2022 так и тут что-то еще есть вот они у меня кстати пойдут на тигры шарик но и придется меня на еще что-то вязать чтобы они еще куда-нибудь пошли и здесь вот такие подвесочки так что там написано хэдмейт а здесь мэйт что-то там не вижу толку ну вот такие подвесочки подвесочек много не бывает они всегда пригодятся спасибо огромное и последний мешочек довольно таки он большой это вот такие пуговки давайте начать распакую вам покажу какие-то пуговки чтоб вам не шурстить боже мой сколько пуговок я вот точно вижу что здесь есть такие вот бирочки хэдмейт далее коровки кстати вот такая у меня по моему коровка есть разные разные коровки вот что у нас здесь еще мне на глаза попадается так мышка вот такая у меня тоже есть еще одна ох и 2 их здесь по моему так коровок тут прям 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 много зайчики точнее один вот такой слоник такой милаш прям до новогодние вот такие вот носочки есть разные новогодние такие кстати носочки это моя точно разные снежинки кстати снежинки у меня по моему есть только белых оттенков а здесь прям разные разные цвета так я там надеюсь кадр показываю елочки у меня тоже есть елочки только зеленые а тут прям беленький красненький здорово так вот такие вот ладошки тоже разного цвета так что у нас здесь еще есть сердечки бабочки кстати еще одно сердечком тоже зеленая вот пуговок много не бывает есть вот такие пуговки разные цветные и вот такие а они кстати новогодние вот эти вот пуговки и они все разные тут санки колокольчики снежинки есть есть еще вот шампанское даже так что у нас тут еще повторяется что нибудь всякие разные так если такая девочка жирафики еще девочка но и тут остальные я думаю что повторяется а ну вот еще ёшка и вот такой шар кстати новогодний ух сколько пуговок прибыло спасибо огромное а на этом у меня все я надеюсь что вы посмотрели распаковочку подарочка еще раз я хочу большое спасибо сказать вере что она такой прислала хорошенький подарочек мне очень сильно было приятно распаковывать его и смотреть там много-много всего такого нужного вот эти все мелочи они нам вообще мне кажется каждый рукодельница вязальщица всегда необходимо так ну все я вроде все вам рассказала все свои процессики надеюсь рассказал потому что в этот раз я не записывал книжечку я обычно знаете когда сажусь снимать влог я все напишу в свой блокнотик и потом по блокнотику эту по списку все рассказываю но надеюсь в этот раз я ничего не забыла но если что-то не упустила я вам обязательно расскажу в следующем блоге я думаю что он выйдет уже на следующей неделе буду с вами прощаться всем большое большое спасибо за просмотр всем пока пока